2 февраля социальные сети облетела тревожная новость. Пропала 14-летняя девочка. Примерно в три часа дня она ушла из школы, расположенной по проспекту российской армии, а дома так и не появилась. Родители забили тревогу. Обратились в полицию. На поиски без вести пропавшей ориентировали весь личный состав управления МВД России по Саранску. Опрашивались друзья и знакомые подростка. Отрабатывался возможный маршрут ее движения. Десятки добровольцев приступили к поискам, а ориентировки разлетелись по социальным сетям. Ровно сутки все искали девочку. 3 числа она нашлась. Правда, в соседнем регионе и благодаря счастливому стечению обстоятельств. Человек на ее пути попался неравнодушный. Для Алексея Еремина это был обычный рабочий день. Поступил, казалось бы, стандартный заказ. Отправная точка – Республиканская клиническая больница номер один. Конечный адрес – улица 8 марта. Так вот я встал и уже носом на выезд. И она получается, вот, я, честно говоря, даже не успел. Я обычно по зеркалам смотрю, ожидаю, соответственно, клиента с какой-то стороны. Может, там помощь нужна, там еще что-то, погрузить в багажник. Но это было как бы очень быстро. Я ее прямо, ну, пока я разворачивался, я не заметил. И она, получается, в эту дверь вот садится назад. Мужчина обратил внимание, что пассажирка с объемным багажом и необщительно. Сразу уткнулась в планшет. Алексей уточнил конечный адрес и удивился второй раз. Девушке действительно нужно было на улицу 8 марта, но не в Саранске, а в Пензе. Заказ переоформили, естественно, поездка подорожала. Пассажирку это не смутило. Значит, деньги на дорогу были. Конечно, вопрос какой-то в голове было, как скажем, соображения какие-то, да, ну, зачем, почему, да. Вроде соседний регион. То есть, если это было по городу, все стандартно, а все-таки соседний, ну, думаю, ладно, мало ли, может быть, с больницы там или в кого-то навещать приезжал. Все что угодно могло быть, да. В принципе, день, девочка, там, не 10 лет все-таки, там, на вид 14-15, там, в этот, ну, вполне нормальный, осознанный возраст, да. Чувство, что что-то не так, не покидало мужчину. Приоткрыть завесу тайны помогла супруга. Она сыграла в этой истории одну из ключевых ролей. И она мне пишет тоже по какому-то вообще лемовому там вопросу. Денег спросил, есть ли у меня деньги. Я говорю, есть, но, говорю, я далеко. То есть, передать не могу. И еду в Пензу, говорю, везу девчонку, говорю, школьницу вообще, говорю, странно как-то. И, то есть, вот здесь, это вот ключевой момент, наверное, в этой истории, это то, что вот супруга, как бы, вот моментально мне пишет, а ты знаешь, девочка пропала вчера, вышла из дома и не вернулась. Я говорю, да, как бы нет, что-то, не знаю. Вот. Она, я говорю, ну кинь фотографию, я говорю, ну попробую, конечно, она сзади меня сидит, ну что-нибудь попробуй. Ну она мне, соответственно, пост кидает. С фотографией на него смотрела девочка в школьной форме, не похожа на ту, что сидела на пассажирском сидении. Мужчина признался, что описание примет и одежды, в которой была пропавшая, не прочитал, а ориентировался только на фото. Да и вывести ее на разговор не решился. Весь оставшийся путь Алексей пытался разглядеть лицо девочки через зеркало заднего вида. Та, в свою очередь, была в наушниках и погружена в гаджет. Уже подъезжаем, как бы, в Пензу, все уже заезжаем там, улица вот эта, 8 марта, там она как центральная, одна из центральных. Вот. Заезжаем во двор и, получается, я вот, ну как бы, под конец контрольно, думаю, сейчас я всмотрюсь фотографию, чтобы прям, ну сравнить, так сказать. Думаю, и тут будет, думаю, ясно. Ну и, естественно, я вот смотрю, всмотрюсь фотографию, мы останавливаемся, паркуемся, она мне передает деньги. Ну и тут я уже вот смотрю ей в глаза. Смотрю в глаза, смотрю на нее. Ну и как бы тут все, дело мгновений, тут я понимаю, что да, это она, то есть, без сомнений. А вот следующий вопрос, что делать дальше? Удерживать в машине и задавать вопросы? Такое поведение спугнет девочку. Мужчина решил просто проследить за ней. Первым, что сделал, опять же, позвонил жене, говорю, это точно она. Говорю, там, что, какие дальнейшие, там, что действия, там, какие-то, может быть, номера, телефонов. Да, она говорит, сейчас тебе все пришлю. Ну, еще переспросил, ты уверен в этом? Я говорю, да, я в этом уверен. Я понимал, что нужно за ней дальше проследить обязательно, потому что если ее потерять, ну, ну, ну все, как бы тут это уже другой город. Затем Алексей связался с полицейскими из Мордовии и Пензы. Пока ждал оперативников, издалека наблюдал за девочкой, чтобы не потерять ее из виду. Она зашла в магазин и вышла спустя некоторое время. Она тоже нерасторопно ходила где-то там. Ну, видно, что ее никто не ждал, никто не встречал, никто, ничего там такого. Ну, и, в общем, где-то вот в течение вот этого времени я за ней следил. Она уже тоже, наверное, устала где-то, положила свои вещи на лавочку, ну, и сама там общалась с кем-то там с помощью планшета, не знаю, там. Я за ней следил. Ну, тут, в принципе, время недолго прошло, подъехали сотрудники Пензенской полиции. Мы с ними также звонили, я им объяснил местоположение. Мы там аккуратненько подъехали, я объяснил, показал воду. Оперативники задержали девочку, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Алексей же признался, что по дороге обратно в Саранск думал, правильно ли он поступил. И все же бросить на произвол судьбы беглянку не позволило сердце. Одна в незнакомом городе, с ней могло случиться все, что угодно. За активную жизненную позицию и помощи в поиске пропавшей несовершеннолетней Алексею Еремину вручили благодарственное письмо от МВД по Мордовии. Валерия Никитина, Владимир Назькин. Народные новости.